Друзья, всем привет! Сегодня говорим о том, как можно установить новую HyperOS на смартфоны Xiaomi без root, там разблокировок, компьютера, ну и тому подобного. Это у нас будет последний видеоролик в 2023 году и уже мы с вами увидимся в 2024, потому я вас поздравляю с наступающими новогодними праздниками. Сегодня мы рассмотрим самые основные вопросы, которые касаются перепрошивки и я вам расскажу свое мнение и все подводные камни, с которыми вы сможете столкнуться. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Подопытным у нас выступает смартфон Poco F5 Pro. Самая ключевая задача нашего метода это прошивка без разблокировки. Но поскольку у меня все аппараты, которые есть с Unlock'ом, ну как бы сразу предупреждаю, что данный аппарат у меня будет разблокированный и разблокировка никоим образом на этот метод не влияет. Самое важное, что вы должны понимать, что когда вы делаете данный метод и перешиваетесь на HyperOS, вы не сможете потом нормально разблокировать загрузчик. Если он у вас будет разблокированный, то обновления по воздуху приходить не будут. Поэтому также этот момент учитывайте. Если же вас это не смущает, давайте с вами следовать дальше. Значит у нас Poco F5 Pro и нам потребуется с вами скачивание актуальной версии прошивки. Вот она, пожалуйста. Вы это можете сделать либо же с помощью компьютера, либо же с помощью смартфона. Да, хоть я в начале видеоролика сказал, что без компьютера мы это все будем делать, имелось в виду, что ничего через Mi Flash прошивать не нужно. Ну а, к примеру, если вам удобно на компьютер скачать файл и потом перебросить, окей. Если же вам это неудобно, то я вам сейчас продемонстрирую, что нужно будет сделать. Вам необходимо зайти вот на этот сайт, ссылка на него будет в описании. Это так называемый репозиторий всех прошивок. Дальше вверху мы нажимаем на три полосочки и выбираем Mi Phone. Тут, конечно же, куча рекламы у нас, как всегда. И вот здесь по фильтру вы выбираете устройство, которое у вас. Опять же, в моем случае это Pocophone, я на него нажимаю F5 Pro. Далее, мы с вами должны понимать, какой индекс нашей прошивки. Допустим, тут есть куча индексов всевозможных, но мне нужен индекс, который будет Global Stable, то есть Index Mi. Вы это можете посмотреть, конечно же, в настройках своего аппарата вот здесь, где версия MIUI, но у меня, в частности, написано для Poco. Как только вы разобрались с этой темой, вы дальше качаете прошивку. Вы опускаетесь чуть ниже, и вам потребуется файл Recovery. И вот сюда нажимаете на Download. То есть, это самое первое, что мы должны с вами сделать. Дальше, вы должны скачать файл прошивки для HyperOS. Все самые актуальные ссылки и вообще, в принципе, на те аппараты, на которые есть официальный HyperOS, также вы найдете в описании под этим видео. И вы всю эту тему качаете. Далее, как только вы скачали, ну, логично, что у вас получается два файла. Еще раз повторюсь, что файл именно вашей текущей прошивки и файл HyperOS. И дальше, с помощью проводника, вы должны будете сделать то, как я вам сейчас покажу, и то, что я уже чуть заранее сделал. Вы, получается, в папке, ну, к примеру, Download, создаете следующую папку под названием ROM. То есть, тут у вас будут храниться все ваши файлы. Ну, и дальше вы создаете, скажем так, папку 1. Это, грубо говоря, будет ваш бэкап, то есть, в случае чего, если у вас там что-то неправильно пойдет с файлом прошивки, вам не придется все это заново перекачивать. Как только вы все правильно сделаете и перепрошиваетесь в HyperOS, то, соответственно, вы эти файлы сможете удалить. Дальше, следующая папка, которая создается, это MIUI 14, то есть, та прошивка, которая у нас сейчас залита в смартфон. И, соответственно, у нас остается последний файл. Это у нас именно HyperOS. Ну, или же, как оно сейчас именуется, Xiaomi HyperOS. В целом, это и все, что вам необходимо сделать. Те, кто особо не работает с проводником Xiaomi, хочу сказать, что вверху есть три точки, смотрите, вы на них нажимаете, и вот здесь будет новая папка. Ну, и дальше вы эту всю историю создаете. Далее, как только мы с вами разобрались с файлом прошивки, значит, там, с разблокировкой загрузчика, что, как бы, вы не сможете при переходе на HyperOS эту всю историю провернуть. И, кстати говоря, также еще важный момент. Вы еще не сможете нормально откатиться назад, потому что вы, соответственно, не сможете, ну, как бы, загрузчик разблокировать там целая эпопея от разработчиков. В общем, переход на новую оболочку, он несет в себе, ну, больше минусов в плане прошивок, нежели плюсов. Но если у вас загрузчик, допустим, разблокированный, то вам, в принципе, все равно на это. И вы сможете там туда-сюда назад возвращаться. Но, опять же, если вас еще и это не смущает, мы с вами переходим к следующему действию. Мы с вами активируем меню для разработчиков. Для этого мы долго нажимаем на версию меню для ПОКа. И далее мы с вами опускаемся в самый низ, нажимаем расширенные настройки для разработчиков. И тупо мотаем самый конец до следующих разделов. Они у нас называются как? Разрешать изменение размера, разрешить создание окон произвольной формы. Ну и в целом мы вот эти два пункта должны с вами активировать. И, конечно же, перезагрузить сейчас. Это главное условие для того, чтобы мы с вами смогли выполнять разделение окон для стандартных приложений. Потому что не все стандартные приложения эту тему поддерживают. Также еще один момент. Нам необходимо активировать дополнительное меню для того, чтобы мы могли выбирать сам файл прошивки. Для этого вы заходите в обновление системы и долго нажимаете в центр MIO 14, до того, как не появится, что дополнительные возможности активны. Ну и что же, значит с этим мы с вами разобрались. Далее мы еще раз возвращаемся в проводник. И тут нам необходимо выполнить вот такую интересную историю. Мы заходим в папку MIO 14, нажимаем на наш файл текущей прошивки, внизу выбираем еще, переименовать и копируем полностью вот все это название. Выбираем тут как бы выбрать все. Конечно, немножечко неудобно, но как бы то что поделать. Да, тут кстати есть такая история, когда не совсем сразу получается это все выбрать все. А не, вот теперь получилось. Дальше копировать и окей. Дальше мы этот файл с вами оставляем. И вот сюда мы теперь вставляем новое название, которое мы скопировали. И тут также еще смотрите, чтобы в конце у вас не было двух названий zip. Иначе у вас просто прошивка не произойдет. Окей. В общем-то мы с вами подготовительную часть полностью закончили. Дальше. Теперь мы с вами выполняем вот такое разделение. Нажимаем вот сюда. И теперь выбираем на обновление системы. Небольшой такой финт ушами, скажем так, который работает очень хорошо. И в принципе многие говорили, что эта тема в принципе адекватно работает. Далее. Что нам необходимо выполнить? Мы получается с вами должны выбрать вот этот файл. И нажать на копирование. То есть перемещать мы с вами не будем. И копируем его в ту папку, которая у нас называется как MIUI 14. Да, тут кстати не с первого раза это все получается сделать. Копировать. Внутренний накопитель. Download. ROM. И MIUI 14. Далее мы нажимаем вставить. И вот тут мы ОК не нажимаем. После чего мы переходим для работы в это окно. Тут вверху мы нажимаем на три точки. И выбрать файл прошивки. И да, еще важный момент. Если вас вот здесь кидает в недавние, это неправильно. И соответственно файла прошивки у вас не будет. Вам необходимо нажать вот здесь на три полоски. Выбрать ваше устройство. После чего зайти в папку Download. ROM. Дальше мы с вами в MIUI 14 заходим. И вот тут важно сделать такой хитрый ход. Мы сначала нажимаем на файл прошивки. И после чего мы нажимаем на ОК в верхнем окне. На все про все у нас с вами будет до 5 секунд. Я это делаю все сейчас первый раз. До этого я подготовительно ничего не прошивал. Для того чтобы была чистота эксперимента. И потому смотрите мы нажимаем вот сюда. И вот здесь нажимаем ОК. После чего у нас как видите происходит такое долгое копирование. Но система как бы то ждет все это добро. Надеюсь что оно прокатит. И в принципе мы с вами не пожалеем про полученный результат. Дожидаемся пока система у нас тут подумает. Что-то там просчитает. Поймет что мы как бы там с вами подменили или же нет. Но опять же вы видите что у нас сейчас выскакивает. Система будет обновлена до версии 14.0.6.0. Мы с вами нажимаем обновить. И далее дожидаемся ну я так понимаю успешного процесса. Надеюсь все пройдет хорошо и без приключений. И мы получим с вами то же самое хайперай. Остается 2%. Ну и теперь будет момент истины. Что же мы сделаем с нашим аппаратом. Либо же он превратится в какую-нибудь тыковку. Либо же мы с вами получим новую хайпер. Возможно еще также будет синхронизация. Но она быстро очень проходит. И данный процесс занимает очень мало времени. По сравнению с тем вот как шло у нас обновление. Хотя опять же вы можете видеть что оно зависает. Что идет быстрее на каких-то определенных моментах и этапах. Но в любом случае мы с вами заинтересованы лишь только одним. Получить новый файл прошивки. Дальше по идее нам должна вылезти кнопка перезагрузки. И что также будет нам таким неким индикатором того что мы делали с вами все правильно. Но тут самый важный момент. Не упустить вот этот момент когда нужно именно скопировать. Ну или же просто переместить файл прошивки. Что же у нас это все завершено. И теперь дальше требуется перезагрузка. Мы нажимаем на перезагрузить. Ну и давайте смотреть что же мы в конце концов получим. Я думаю что сразу по загрузочному меню или по загрузочной картинке можно будет понять. HyperOS это или же нет. Ну как бы то пока у нас уже загрузочная картинка есть. Это приятно радует. Опять же как я уже говорил что у меня загрузчик разблокированный. Но на порядок действий и в принципе на сам процесс это никоим образом не влияет. Разблокированный загрузчик нужен для ТВРП. Для прошивки с помощью компьютера и тому подобное. То есть как бы данный метод он грубо говоря у нас стандартный. Хоть он и не официальный. Но друзья Xiaomi HyperOS. Да. То есть это то о чем я вам и говорил. Что мы с вами сразу с загрузочной картинки и узнаем. Насколько наши действия были правильными. Быстро ли мы с вами скопировали сам файл. Ну собственно вот мы с вами это и получили. Теперь дожидаемся загрузки в систему и смотрим что мы получили. И вот момент истины. Мы выполняем разблокировку. Переходим в настройки и смотрим что мы с вами получили. Да это HyperOS. Конечно же лаги у нас присутствуют. Без этого никуда. Хотя когда я ставил напрямую через ТВРП прошивку. Как бы там немножко все было повеселее. Вообще по хорошему я вам хочу сказать что было бы неплохо. Да конечно настройки у нас не отвечают. Было бы конечно неплохо сделать именно сброс настроек. Когда мы перешли на HyperOS. Потому что как бы ну. Чтобы таких проблем не было и таких лагов не было. Но это уже по усмотрению каждого. Это не есть прям супер настойчивым каким-то моментом. Это лишь только есть рекомендации. Так что друзья пользуйтесь. Устанавливайте HyperOS на свой аппарат. Если вы того желаете. Но помните про определенные риски. Если о чем-то забыл упомянуть. Или же остались вопросы. Смело пишите их в комментарии. Там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok